Приветствую вас! И можно сколь угодно долго рассуждать о том, возможно ли дружба между мужчиной и женщиной. Есть люди, которые в это верят, есть люди, которые в это не верят. Я думаю, что это вопрос воспитания, вопрос личного субъективного восприятия противоположного пола. Я думаю, что это вопрос в первую очередь моральных убеждений, ценностей и так далее. Не берусь утверждать, что ваш мужчина обязательно имеет какие-то виды на эту девушку. Не берусь утверждать, что мужчина стремится к ней и обманывает вас. Скорее всего, он действительно верит в то, что он дружит с этим человеком. А вот она, возможно, и испытывает к нему какие-то чувства, но постепенно пытается от вас его отдалить. Опять-таки, это всего лишь предположение, потому что слишком лично, это слишком индивидуально. Если, например, вы не верите в друзья между мужчиной и женщиной, это ваше право. Никто не оставляет вас в нее верить. Но если другой человек говорит, что он верит и что он дружит, и если нет никаких действий, которые бы доказывали обратно, то вы имеете все основания ему верить. Просто потому, что он вас не обманывал еще. И вот на это нужно смотреть в первую очередь. Совпадают ли действия и слова вашего молодого человека? Имеют ли они общество? Если мужчина говорит, что он, женщина, только дружит, но по факту вы видите другое, вы замечаете флиет, замечаете что-то еще, значит это не так. И мужчина просто либо обманывает себя, либо обманывает вас. То, что я хочу сказать, немножечко отходит от видения дружбы. То, что я хочу сказать, заключается в вашем личном комфорте. Ведь смотрите, какая ситуация. Мужчина вас, по идее, вроде как любит. И он, если он вас любит, хочет, наверное, чтобы вы были счастливы. Вы, очевидно, несчастливы, раз считаете эту девушку угрозой для ваших отношений. И мужчина, если он любит вас, если он хочет делать вас счастливой, перестанет с этой девушкой общаться. Просто потому, что вам так будет лучше. Просто потому, что для него ваше желание на первом месте. Но, если это не так, если мужчина не обращает внимания на ваши просьбы, если он говорит, да, это все не так, ты успокоишься, это дружба всего лишь, вот переживаешь и так далее, значит ему так удобно, а не вам. И свои интересы мужчина ставит на первое место, а не ваше. И это значит, что любовь к вам у него весьма условна, что и подразумевает обжение с другой девушкой. Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса. Ну вот, если мужчина хочет, допустим, вам изменить, или вас ему мало, то вы с этим ничего не сделаете. Но не будет этой девушки, будет другая. Не будет этих отношений, этого общения, будет общения еще с кем-нибудь. Вы же не сможете своего мужчину изолировать, верно, от всего мира. И получается так, что у вас есть выбор. Либо вы принимаете тот факт, что мужчина общается с другими девушками, если он этого хочет. Если ему от этого хорошо. Если он от этого счастлив. Вы принимаете этот факт, как необходимые условия для его счастья. А вы, как человек, который любите его, хотите и желаете ему этого счастья. Видите, с тем, ревность ничего вам не даст хорошего. Мужчина либо вам изменяет, и тогда вы имеете полное право ему это предъявить и сказать, что вы не будете терпеть эту измену. И уходите от него. Либо нет. И пока он вам не изменен, вам нечего ему предъявить, кроме своих сомнений. Поскольку ваши сомнения являются субъективными, то есть бездоказательными, то есть с особенностями вашего восприятия. То вы действительно своей ревностью лишь постоянно генерируете у него мысль о измене. Вы напоминаете ему о том, что он может изменить. Чтобы этого не делать, я рекомендую вам следующую корректировку вашего поведения. Каждый раз, когда вы хотите устроить цену ревности своему молодому человеку, вместо этого проявите нервность, проявите позитив, проявите ласку, заботу и тепло. Во-первых, это увеличит интенсивность ваших позитивных эмоций между вами и вашим мужчиной. Во-вторых, это сделает вас ближе, искренне, примязанными друг к другу. Во-вторых, мужчина получит меньше доводов в пользу того, чтобы применять вас на кого-то другого. Ведь вы его любите, вы о нем заботитесь, вы его ласкаете, вы делаете для него все, что в ваших силах. Зачем ли ему от вас уходить? И постепенно, если несколько раз вы так поступите, то есть чувствуете ревности, вместо негатива начинает создать вас позитив, постепенно вы будете делать уже это автоматически. И это существенно облегчит вашу жизнь. Потому что, во-первых, вы поймете, что тот, кто хочет, тот обязательно не сделает. Если мужчина хочет изменить, он изменит. Если он хочет возбросить, он возбросит, что бы вы ни делали. Но этого еще не случилось? Нет. Значит, нужно пользоваться моментом. И пользоваться моментом нужно максимально эффективно, позитивно и не разрушать то, что есть. А ревностью вы именно это и делаете. Вот появится у вас доказательство того, что мужчина с ней не дружит, какой угодно. Вот тогда, опираясь на факты, можете ему сказать, дорогой, простите, ты меня обманываешь, я тебе больше не доверяю, мы расстаемся. А пока это всего лишь ваши догадки, лучше не позволять им ручить ваши отношения. А подумать, почему вы сомневаетесь, что вы лучше этой девушки. Почему вы думаете или допускаете, что она лучше вас? Чем она лучше вас? Попробуйте адекватно оценить себя и эту девочку. Попробуйте посмотреть, что мужчина получает от общения с ней и попробуйте дать ему то, что он получает от общения с ней. Чтобы у него было как можно меньше предлогов для взаимодействия с этим человеком. Чтобы у него было как можно меньше мотивов общаться с ней. И тогда все будет хорошо. Тогда вы сделаете максимально все то, что от вас зависит. И дальше все будет зависеть только от самого мужчины. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим. Пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok